МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1999 году, если не ошибаюсь, это была пятница или суббота, рано утром, я узнал, что на Бортлях напали боевики, так называемый Международный бандформирование. Но это было, как бы сказать, удивлением в начале. Как это так? В Бортлях идет война. Мирное население, мирное место, мирные жители. Но при этом основной долг наших медицинских работников в Бортляхско-Центральной районе и больнице основной долгом было оказание помощи раненым, пострадавшим, ополченцам, милиционерам, солдатам внутренней службы, гражданскому населению. Впервые мы столкнулись с такой практической реальностью, реальностью войны. Что было нам сделано? Сразу был создан штаб по организации медицинской помощи, возглавлив главный врач Абюрахманов. Сразу мы создали две бригады, хирургические бригады для оказания круглосуточной помощи. И вся больница была переведена на принцип работы эвакогоспиталя. То есть после оказания квалифицированной хирургической помощи, то есть после проведения оперативного лечения, выведения из шока, наложения различных повязок, обработки ран, больных на второй-третий день отправляли в республиканское учреждение. В больнице больные и пострадавшие не находились, так как поступление было очень большим. Мы здесь и научились сортировке. Сортировке больных, кому в первую очередь оказать помощь, в вторую очередь и в третью очередь. Могу сказать, что хирурги и полностью медицинский персонал Центральной районной больницы Боттлевского района оказались на высоте по оказанию помощи. На седьмой день с начала войны, с начала боевых действий, потом на базе Центральной районной больницы приехали медицинский персонал, врачи Ростовского госпиталя. Мы совместно и работали здесь. Помощь была оказана более 200 раненым милиционерам, еще раз повторюсь, ополченцам, солдатам внутренней службы. Ранения носили основной минозревной характер. Но большие, огромные раны, значит, нижних конечностей, ранения органов живота, почки, кишечника, ранений легких, проникающие ранения грудной клетки, черепные травмы, различные тяжести. Многие больные поступали в шоковом состоянии. Но при этом мы смогли оказать всем этим больным достойную и адекватную помощь. Но в данном ситуации на материально-техническом аспекте нам помощь оказал Минздрав Дагестана. Неоднократно приезжал заместитель министра здравоохранения Джамалудин Гасаев. Постоянно на связи находились и Ильяс Мамаев, министр здравоохранения. Большую практическую помощь оказал Магомед Пахутаевич. Ниня начальник госпиталя МВД Республики Дагестан. Помощь у нас была в виде различных лапаротомий, различных торокотомий, ампутаций. Многим молодым людям приходилось ампутировать нижние конечности и другие. Запоминающих случаев очень много во время боевых действий. Все это пересказать невозможно. Соответственно, перевязочный материал, лекарственные средства и полное материальное техническое обеспечение нам было, так сказать, мы имели. Нужды в чем-то не было. И самое главное, медицинские работники работали на круглосуточном режиме. Никто домой не уходил. Здесь при больнице все находились. На первых порах, когда было неясно, какая ситуация возникла вокруг, нам, мы, медицинские работники, пошли в военкомат и попросили оружие. Оружие, чтобы защитить, при необходимости, чтобы могли защитить самих себя. Но нам это оружие не дали. Нам сказали, что ваше оружие – это ваш скальпель, шприц и лечение медицинского порядка. Пятеро докторов, которые оказывали медицинскую помощь, были награждены орденами за заслуги перед Отечеством второй степени. Один сотрудник федерсер, Магомед Гаджиев, Закир, награжден медалью за отвагу, за его разведывательную и медицинскую помощь, который оказал уже выходы непосредственно на боевые места. Многие среднемедицинские персоналы имеем благодарность от командования, имеются благодарственные письма от Путина Владимира Владимировича, тогда главнокомандующего вооруженного села Российской Федерации. Вот так мы и оказывали помощь. Из работников, и самое главное для нас ценное, как признание наших заслуг, мы этим гордимся, не будем скромничать, гордимся на этом, за то, что наш труд был оценен награждением, тем, что мы стали лауреатами первой национальной премии лучшим врачам России в 2005 году, призвание. Нам вручили, имеется символ, золотые руки держат хрустальное сердце человека. Такая награда, пока единственная в Дагестане, дай Аллах, чтобы эти награды были и у других, тоже медицинских работников, но за мирный труд. Мы сегодня очень гордимся нашим другом, нашим братом, Мурадисом Акришевичем. В Дагестане его называют Мересевым, ибо он почти совершил подвиг, как Мересев. Все работники МВД, работники правоохранительных органов знают его как прекрасного друга, прекрасного человека, как мужественного человека. Независимо от того, что ему очень тяжело приходится и ходить, бесспорно, и другие болезни, которые его одолевают, но при этом он находит мужество, чтобы ходить на работу, общаться с друзьями и полностью отдавать себя другим. Мы гордимся им. И что еще хочется добавить, в 1999 году, августе, во время боевых действий против международной бандформирования, конечно, вместе с Мурадисом, к нам поступали очень много и солдатов, работников МВД, генералы, майоры, полковники, и более 200 раненых и пострадавших оказали помощь доктора Ботельской центральной районной больницы. И сегодня мы гордимся. Спасибо тебе, мой родитель, дорогой мой. Вам спасибо. Тебе здорово. Вам спасибо. Вам здорово. Если у вас не было, я не сидел бы. Как же вы, значит, есть в межком, есть в межком, есть в межком. ПЕСНЯ МОЛИЦИИ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Лишь нагнуться к постели твоей Люди в белых халатах Люди в белых халатах Люди в белых халатах У постели склонились к твоей Вечный подвиг он вам по плечу Ваши руки бессонные и святые Низко вам поклониться хочу Люди в белых халатах Люди в белых халатах Люди в белых халатах Низко вам поклониться хочу АПЛОДИСМЕНТЫ Награждается бригада военных врачей Под руководством доктора Шехруддинова Ботлихский район Республика Дагестан Бригада военных хирургов из Дагестана Под руководством доктора Шехруддинова Очень хочется, чтобы сейчас на сцену вышел человек Которого спасали эти доктора Он тоже пережил взрыв И наверняка мог бы погибнуть Но остался жив Итак, полковник внутренних войск Мурадис Атричевич Алидибиров Аплодисменты АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я чуть вольнусь тоже, но все-таки скажу, огромное спасибо, огромное спасибо и низкий поклон этим врачам, которые вытащили меня с того света. И вот, как вы видите, я сегодня нахожусь в строю и несу службу в соответствии приказу и инструкции Министерства внутренних дел Российской Федерации. А также хочу сказать огромное спасибо всем врачам госпиталя МВД России города Москвы, клиники Бундесфера военных госпиталов города Берлина, Федеративной Республики Германии. И огромное спасибо всем другим, кто принимал участие в выздоровлении. Минский поклон вам. А также я поздравляю этих врачей. Это мастерство, это результат их мастерства, сегодняшнее их награждение. Они заслуживают этого. Огромное спасибо организаторам этих мероприятий. Уважаемые коллеги, друзья, разрешите от имени медицинских работников всего Дагестана поздравить вас с этим великолепным профессиональным праздником Днем Медицинского Работника и пожелать каждому из вас благополучия, творческих успехов и самое главное мира, процедания и здоровья для нашей России. В первую очередь. И во-вторых, что хотел бы сказать. Наш пациент Алидибир Мурадис отречивает. Могу с уверенностью сказать, что это человек, который олицетворяет достоинство и мужество всей нашей милиции. Уважаемые коллеги, хочу сказать, что в нашей сегодняшней, так сказать, праздновании в торжествах огромную помощь оказали и медицинские работники непосредственно Минздрав Республики Дагестан. И сегодня не могу не отметить то, что когда я непосредственно работал в Чувашии, человек, который научил меня держать в скальпеле руках, это Баранкин Александр Иванович. Огромное ему спасибо. И последнее не буду занимать ваше время. Хотел бы сказать всей редакции нашей телепрограммы «Здоровье», если, как говорит Расул Гамзатов в Великой Семь нашей России, сказал, скажите, назовите мне несколько самых наилучших программ телевидения. Я бы первую назову программу «Здоровье» с Еленой Малышевым. Спасибо всем. За особые заслуги перед многонациональным народом Дагестана Шахрудином Магомед Камиль Али Султанович награждается золотой звездой с присвоением звания народный герой Дагестана. Поздравляю вас. Еще раз скажу, это заслуги всего коллектива и в лице намного врача мы награждаем весь коллектив. Огромное спасибо для того, что наш труд, не мой личный труд, личный труд не бывает. Бывает труд всего коллектива, который вместе делает и делает за то, что нашу работу оценили огромное благодарность. Не могу здесь не сказать о том, когда после нападения в адформировании было принято решение, многие знают, все медики, кто может оперировать, кто может здесь помочь раненым, больным, пострадавшим, все остались здесь на круглосуточном дежурстве. Никто не уходил домой. Две-три бригады операционные, оперировали, делали абсолютно, начиная с санитаркой. Даже был случай, такой санитарка осталась здесь, сутками здесь осталась, у нее коровы потерялась. Хирургическими моделями было такое случая. И благодаря их труду более 200 солдат, офицеров, ополченцев были оказываны соответствующую, квалифицированную, квалифицированную помощь. И огромное, конечно, спасибо, еще раз выражу, коллективу, который этот день, как настоящие горцы, как настоящие профессионалы, подняли на улицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова